Крысы Это мир крыс, скрытый от человека. Никто не знает точно, сколько крыс на планете. Эксперты предполагают, что крыс в два раза больше, чем людей. Крысы – мастера искусства выживания. Они развили иммунитет против почти всех ядов и даже могут переносить радиацию. Эти грызуны всеядны и легко адаптируются к новым условиям. Крысы – единственные вредители, которых человек не может истребить. Крысы прогрызают пластик. У них превосходное чувство равновесия. Они могут забраться куда угодно. Крысы могут прыгать на 2 метра и выжить после падения с 9 метров. Уловки крыс изучаются доктором Йохимом Пельцем в его исследовании. Немецкий биолог ищет способ успешной борьбы с крысами. Проблема в том, что у крыс высокая сопротивляемость организма. Значит, есть ген, отвечающий за это. Они не умирают после поглощения яда. Буруи крысы попали в Европу из Азии на торговых судах около тысячи лет назад. Они быстро распространились по континенту. И принесли в своей шерсти слепого пассажира, крысиную блоху, носителя бактерии чумы. Поскольку крысы были везде, черная смерть распространялась как пожар. Из-за чумы в Европе погибло треть населения. Крыс боятся до сих пор, потому что они переносят заболевания, такие как холера, тиф и бешенство. Хотя борьба с ними длится без конца, эти грызуны становятся все более устойчивыми к ядам. Используя анализ крови, Йохим Пельц пытается найти, каким ядом у крыс есть иммунитет. После 24 или 96 часов, в зависимости от яда, мы проверяем, смотря по компонентам, как быстро свертывается кровь. Если это происходит с нормальной скоростью, значит, крыса обладает иммунитетом. Крысы быстро размножаются. В среднем они рожают до семи детенышей за один раз. Их система общества уникальна. Самец всегда оставляет лучшую еду самке. Если мать умирает, детеныши усыновляют их тетя. Огромное количество крыс – проблема для человечества. Год за годом грызуны съедают пятую часть мировых урожаев, а своими отходами портят гораздо больше. Борьба против этих созданий кажется обреченной на провал. Если крысы находят новую еду, одна из них пробует тему себе. Если она не хочет есть или умирает, никто из стаи не прикоснется к отравленной пище. Вот почему используют яды долгого действия. Но крысы могут выработать иммунитет и против них тоже. Ученым остается только одно – периодически проверять, каким ядом у крыс есть иммунитет. Тогда можно увеличить дозу или использовать другой яд в борьбе с крысами. Но завтра у крыс уже будет иммунитет против сегодняшнего яда. Этот порочный круг заставляет людей чувствовать себя бессильными. Я могу представить, что когда-нибудь крысы находят миром. Они очень умны и оказались способны выжить даже в условиях радиации. Конечно, нельзя сказать заранее, но вполне возможно, что крысы переживут человечество. До тех пор, пока не будет найдено эффективное средство борьбы с крысами, они будут существовать, не обращая внимания на развитие нашей цивилизации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова